Всем здорова! Продолжается игра у нас за Пруссию. Идет война против Польши и Литвы на данный момент. Еще они две остались. Сейчас наша задача будет разбить вот тут повстанцы. Одна провинция сопротивляется реформации. На выбор можно взять там какие-то очень большие штрафы. Либо уже наоборот поднять владельность для священников. Но зато получить 15 тысяч фанатиков католических, которых мы должны разбить. Тройка, это мой генерал. У нас единичка, к сожалению. Вот тут нам, вот вижу, помогают еще. Спасибо. Заодно взяли Плотск. Теперь надо вот сюда побылечку подойти, стать, чтобы богемцы не забрали территории и отозвать дипломата. Ой, я забыл поставить новый ресификатор. Там вышел буквально сегодня, когда записывают усилие. Ну ладно, еще поиграем на старом. Не страшно. Продвигаемся сюда. Будем работать над Литвой. На счет реформ, я вот смотрите, могу убрать вот эту штуку на лимит управления. Но оно получается по 20 даются, но с нашим штрафом это будет десятка только. То есть, ну и не вижу смысла вкладывать 20 прогресса. Пусть уже ДК пойдут 300 и возьмем вот здесь 250, но для нас 125. Ну хотя бы что-то. 25 это в принципе нормально. А я тут еще снял вот здесь территорию, где-то снимал. Вроде снимал. Ну просто оно должно вырасти. Тут еще 7 лет надо ждать. Ну на 50 оно вырастет. Я говорил на сотни, но на 50 до 200. Но будет нормально. Не знаю. Тяжко-тяжко запросить. Теперь, я не знаю, а раньше оно давало какой-то штраф там по... Что оно там так раньше было по количеству владений. Или не давало. Кто раньше играл? Напишите, пожалуйста, в комментах. Я просто запросил еще не играл ни разу. А даже если бы играл, все равно бы не помнил. Венюс, московцы брали и не взяли. А богемия там еще с кем воюет? Только Польша. Я просто хочу богемию использовать в войне. Войне лик. Против там кого? Австрии или кто там будет? Или Бургундия. Бургундия, кстати, может стать императором. Так, что будем брать? Цена развития нет. С тобой нет. Миссионеры нет. Престиж. Кстати, можно было бы взять Престиж. Его нам надо поднять на 17. Чтобы было плюс 10. Реативность тоже было бы неплохо взять. Рекруты. Танец. Производство нет. Беспорядки нет. Ну, либо боевой дух. Но, в принципе, оно сейчас нам тоже не особо нужно. Но каких-то больших битв нам не предстоит. Да давайте на Престиж. Че, иконы? Ага, иконы. А, это так называется. Просто че-то подумал, что это за православие. Там тоже иконы выбираешь. Да, стыдно кому-нибудь признаться. Только никому не говорите, что я взял на Престиж. Засмеют. Все, пацки, разбегайтесь кто куда. Да нет. А, и ну ладно, да. Не хотел давать, но пришлось. Эх, что-то подло нас так не любит, а? Синие ретики. Давайте потихонечку улучшить отношения с соседними. Бесполезно. Ё-моё. Такие штрафы. Дикие. Вот это вот то, что пошел против нас в Совете. Тоже. Все мнения против еретиков. Да, теперь. В империи стало сложнее играть. Я вам скажу. Небо такого раньше. Вот этих вот штрафов. Ты действительно должен ну, учитывать, какого мнения тебе будет. И дальше. Где? А, это отступает. Успугался. Зинация перешел, а я не могу. Боже. Что это за? Что это за люди? И он там еще призвал всех подряд. Не на Москве, я не знаю. Как ты воюешь? Я, наверное, даже не буду никаких территорий убирать, ничего. Ну, просто тоже получаю агру дополнительную. Влияние плюс 26%. Вообще, капец какой-то. Все, они закончили. Блин, боги, менты. Ну, как ты делаешь тут границы? Ну, что это за срань? Ну, что ты вот это не взял? Зачем тебе этот перемешив? Да возьми вот тут. Как-то вместо этого возьми что-то здесь. Вот это. Ужас. Так, деньги не тратим. Спасибо. Спасибо. Будем, короче, делать в других странах нашей религии. Будем над этим работать. В первую очередь. Дания, молодец. Спасибо. И тоже, скорее всего, будет за католиков Дании. Сманывай, надо улучшить отношения. И тоже, вот если я сейчас возьму вот здесь католические пробки, то там игра пойдет просто дичайшая. Да и на богемию, и на Данию, и на Венгрию. Да. Знаешь, что Дания, скиньте союз, Венгрия. Может, со шведом что-то поработать, и реформатство распространяется у него. А если так, то Москва, а Астрия дестабилизирует? Я смотрел, он был раньше, помните? Оглашалась в Австрии, теперь не хочет. Ну, тут и Москвы хватит. Главное, Москва держаться. А там уже как-нибудь туда-сюда. Транция тоже ненавидит нас. Ну, и то, чтобы ненавидит. Минус 50 висит этот модификатор. Ну, ладно, пока. Думать и отдать. Так, и мне придется против этих претендентов, да, воевать. Ну, может, если они возьмут столицу, может, оно все и закончится. Ну, блин, престиж. Нельзя престиж дропать. Тай, ты, ты, сроку. Тай, тоже мне. Если поддержать независимость шведскую... Ой, капец. Завоеватель. Может, Москва пройдет, а? Было бы неплохо его разбить, взять прогресс-осады. Да, не еще какие-то наследники. Хорошо. А че, че я вот это? Давай мир. Я бы даже отдал Москве какие-то территории. Ну, давайте Полоцк. Я не буду получать игру. Завет не буду. Ну, хотя бы Завет. И что тут? Где-то еще какие-то крепости к Смолинску далеко. А престиж, престиж получаю. Давай вязьим. Все так. 95, мы получим четверочку. Понятно. Я вообще думал, Волыня освободить, освобождать. И потом от Польши Волыня отдать территорию. А тут уже Богемия на границе. И может тоже протоковать, а еще усилиться. А ведь не знаю, будет за нас, Богемия, и против нас. Нет, надо все-таки взять из столицы. Это вот так. Не хоть от они. Ну, так и знал, что... Так, другому сделаю. Хотя толк у него и так 0. Опять православие. Успокойтесь. По-любому православие. Опять Агафья. Женщина, успокойся. С толстым. Ну, предлагали типа конвертироваться в православие. А я-то тут нету кнопочки. Ну, нет, нет, нет. Так, я не тут взяли. Давайте станем. Поздно. Ну, ладно. Так, тихо, 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 тихо. Брать, не брать. Дипко, дипко, дипко. Да, любой престиж, я бы взял точно. Дипвязь будет больше давать. 800. 800, 800. Брать, не брать. А пусть будет, наверное. Не буду пока. Вдруг пригодятся очки. Командир у нас старые. Давно я их и брал. Так, я сейчас реально в пустой буду тратить. Дипко, что можно меркантилизм поднять. Взяли, наконец-то и то, и то. Тут не надо, пусть долбит их. Хорошо, давай, смотрим. Ну, пусть будет как-то так, да. А ну, если... 16. 7, допустим. 12. Ясно. Волыни 16. Угу. Не вот это вражда, пусть будет. Вот это давай закончим. Пусть острый сочетает тебе. Или ты ее, чтобы у вас не было связи никаких. Так, 13. Цена. Угу. Ну, пусть будет Волыни, наверное. Ясно. Так будет общий уродский. Так тоже. Ну, значит, пока без этой крепости. Подготовим почву пока. Ну, вот так вот возьмем. Возьмем больше денег, лучше давайте. Нам нужно возвращать займ еще и так, и так, да. Все. Унижение. Да и так получу. 12. Я с Польши возьму унижение. Теперь поиска. Смотрите. Взял. Херак. 47. Ну, значит, 100 одну пробку взять для... Все равно, все равно 21 за эту пробку. Ну, ну, нахрена она мне. Волыни можно повозвращать. Мазовию. Это уже, блин. Для богемии подарки. Унижение возьмем, да? 1 и 7. То есть 2. Нужно 8 хотя бы. Ну, я тут столько не возьму. Репы. Давай, подол. Хаум. Можно? Нельзя. Просто если я тебе отдаю, что она сразу-сразу кидается территория с богемией общей. Она нам не надо. Так, Польшу скоро можно будет тоже протестантизм обратить. И завасарить. И возвращать вот эти территории от богемцев. Был бы неплохой вариант. Давай попробуем с наших территорий позабирать. Не ясно дадут. Ну, дадут чуть-чуть. 4 и 5. 4 и 8. Маловато престижика будет. Если так. Вот тогда больше престижа мы получим. 5 и 5. Но надо заплатить очки. Ну, хер с ними. Греб и вынуждение. Ну, все. Так, что там поиска? Сколько тебе осталось? Ну, еще многовато для перекрещивания. Господи, вот это вот. Ужас. Москва, уйди. И ты добьешь, да? Ты добьешь. Ну, не вроде бы как отступит. Да, отступи. Латненько, латненько. Ну, вот такая вот войнушка у нас получилась. Так, смотрим. 465. Туда вряд ли какие-то ездимы действия, чтобы его в себе территорию забирать. Лимит. Ау, есть лимит управления. Вот тоже, коронные земли. Ну, и не чтоб территорию что-то сделать. Как у них забирать территорию? Ну, тут такого. Я не вижу. Тут, наоборот, им дать. Тут тоже им дать. Ну, вот эта кнопка. 90 дней осталось. 743. Ну, давай, забирай. Так, что там? Москва. О! Забирай. Спасибо, Москва. Мы получили лояльность. Мы земли забрали. Но нужно еще раз, чтобы до 30-ти поднять. Стен, забывай, зайти восстанье. Ну, сорян, что нам сделают. Подождите пару годиков. Уманизм, уманизм, ну, нет, надо, надо идти сюда. Крепый, забери. Сколько там нужно для выплаты? 200 почти. Много. Прославный фанатик. Минус 100. Хоть с кем-то давайте улучшать. Так, посмотрим, нет ли восстаний. Подключаем крепости. Хорошо. Восстаний нету. Ладно, теперь надо думать. Надо думать. Допустим, пошел я на Ленинбург. Вообще-то нам сюда надо идти. На Гюрсен. Гюрсен, Гюрсен. 43-й год, три годика надо ждать. Тут сколько надо ждать. Тюринге 52-й. 12 лет. Ну, ясно. На Госфор, там тоже перемирие. А, че тут же есть карта перемиривания. Вот так. Как она смотрится? Вот эти красные, да? На Восточную Фризию. Ингельштадт. Это вот ты. Ты император. Ой-ой-ой, там и Венгрия, там и хер пойми, что. Ясно. Швеция. Я могу поддержать. Они бьют войну. Да не сверн грей, союз. Но если мы будем вдвоем действовать здесь, быстро, то все может получиться. Но у Дани есть дикий флот, и она не запустит нас вот сюда. Если самому нападать. Москва. Но Москва до Венгрии непонятно доберется или нет вообще до нас. Хотя нет, доберется вот через Прибалтику вот так. А блин, мне нужно тут. Мне нужно заниматься внутри. Вольный город. Тут защита идет. Но Австрия впишется. Но тут очень много войск. На Ольденбург. Дания и Голландия. Австрия, да? Ну, а что мне? Ингольштадт. А сколько у тебя по процентам? 80. Ну, судя по всему, Бургундия станет следующим оператором. Тут богемии. Можно Австрию взять. Тут еще перемирие, да? И нет. Не торговлю при направляют. А почему они не скинули это? Странно. Дитмаршин. Дания гарантию кидает. Вольгост. Вольгост. Это уже вассал богемии. Что-то реально некуда идти. Входу надо сидеть и подождать. Затем взяться за Гэссен. А затем и на Вюрсбург. Тут что-то какая-то фигня получается. Везде нужно ждать. Его потом сюда. Как-то так. Ладно, ребята, ставлю на паузу. Скоро продолжим. А наша Агафья все никак не может успокоиться. Теперь у нее и любовник появился. Та ёбха, да и бабай. Что это за женщина? Вот этот Климент фон Меркотц. Князь Кульфюс Мирбек. Первый недавно узнал, что его жена Кульфюстина Агафья ему изменяет. Ну и мы должны решить судьбу этого всего. Нужно на это закрыть глаза. Мы должны сохранить это как-то в тайник. Престиж чуть-чуть потерять. Можно ему дать взятку, чтобы он молчал. Но 94 монеты это слишком много. Можно его уволить. Но это будет приниматься как тирания. А то, что вот это ты увольняешь, это не тиранение. И местные беспорядки там вырастутся на 15 лет. В миттельмарке. А это, кстати, много. Возьмите земель в сословии 8 и 8 добавляют тоже. А ну везде добавляют. Нет, она только в центре добавляют. Горожане то, что им не нравится. Среди централизации. Либо мы можем развестись с Агафьей. Но это мнение с Москвой. Это нам не подходит. Мы берем вот это. Разначей умер. Ну подождем. Может еще один появится. Нам казначей нужно, чтобы вернуть эти долги. А мы можем уже выплатить. Вот так. Пока есть прибыль. Я, кстати, придумал, что мы будем делать. Оказывается, Австрия протестантская. Это хорошо. С одной стороны. С другой стороны, если мы добьемся в революционной войне, то, что может быть только протестанты внутри империи императорами, Австрия будет иметь большие шансы становиться императором. Вот. Но пока мы с ней в союзе, то, в принципе, ничего такого страшного-то не дает. Вот. Ну, будем видеть. Скорее всего, Богемия будет. Ну, либо Богемия, либо Бургундия будут предводителями католической лиги. Поэтому нам надо, ну, потихонечку уже с ними разбираться. Ну, если мы пойдем на Богемию, то там Литва. У него в союзе 15, 17, 17 тысяч лишних. Ну, там, да, восстание. Видите, как этого? Какая она сильная? И вроде покоцали и туда, и сюда, и забрали территорию. Все равно стремится против нас воевать. Что воевать против Бургундии, против Богемии, вот так напрямую я бы не стал. Можно через Броншвейк пойти. Позвать Австрию и Кёльн. Много союзников, они все мелкие, они все католики. Мы их сможем поперекрещивать. Тут же Льеш. Вот видите, он протестантский, только он этого еще не понимает, что он протестантский. Майндс, поставить вот Берг, да, Берг там есть, да, есть Берг. Поставить галочку, у него в союзниках еще есть Ахин, Франкфурт и Лотаринги. Франкфурт, Ахин, 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 Неважно, где-то, 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 Ахин, его должен найти. Вот. Тоже можно перекрестить, Лотаринги тоже можно. То есть будем заниматься, давайте, такими делами нашими, скажем так. Так что я еще чуть-чуть подожду годик, да, пусть собирается хоть какая-то казна, тогда будем воевать вот так. Единственное то, что Австрия тут, потому что воюет, нет, не воюет. Ну, блин, не знаю, не знаю, захочет она или нет. Ну, ага, если она не захочет, то у нас войск, я бы не сказал, что так аж прям модулок. Здесь что-то в богемии низкое количество, да, у нее что-то какая-то общая армия, 14 тысяч. Разберемся. Так что сейчас встретимся. Так, пришло время, март 42-го года, но мы можем в скором времени атаковать гессы, но пока все карты у нас в руках, давайте будем все-таки здесь действовать. Смотрите, то, что еще хочу сказать, то, что у нас, получается, взял новое задание. По заданию, ну, нам нужно граждан там успокоить, но, правда, они сами сейчас бы успокоились. Ну, да. Вот, тридцатки, оно скоро подрастет. Ну, я взял еще задание на них, нужно насобирать 950 монет. Я не знаю, как я это сделаю. Ну, придется, наверное, советника вот этого уволить потом. Будем что-то думать. Может, возьмем просто денег много в этой войне. Давайте объявляем Браншвейгу и ставим галочку на Берг. Давайте посмотрим, может, еще куда-то. Нюрнберг. Нет, не надо. Не надо. Я думаю, хватит пока на Берг. Ну, лишь почему-то нельзя. В примере у нас вежим. Майндс посмотрим. Воссор. Ну, можно поставить. Ну, тут они, так, 20%. О, еще в реформатство. Ну, давайте поставим. Поставим на Майндс и поставим на Берг. Возьмем Австрию Кюльн. Браншвейг. Будем его брать. Войска выставлены, чтобы сразу атаковать. Ну, поехали. Можно было, кстати, проверить. Может, с Литва бы и не согласилась. Но поздно. Ладно. Так нас будет намного больше соперников. Вон, сколько их уже будет, что перекрещивать. Так, ты у нас пошел сюда, ты у нас пошел сразу сюда. Налог стоит. А, там займа нельзя брать. А порчу можно. Можно порчей будет добиться. Как вариант. Так, вы ко мне не цепляетесь. Саксония, встань сюда. Вот так. Станешь? Нет. Сюда, давайте, по захватываем пока. А устрелом, чтобы шла на богимию. Вот так, поставим. Что-то малынь, ух, любит прям засос, целует. Хорошо, тем временем будем улучшить отношения. Соседями, не соседями. Сорогами, с друзьями. Соседями. С кем лучше, не знаю. С ульмом. Парабас. Этот парень жесткий. Стоит лучше вылучшить отношения. Отбедай подальше. Соседями. Ну что, ты уйдешь. Соседями хочет. Хорошо. Выбиваем мелкие отряды. Так, сюда, затем на Франкфурт. Уууу. Ууу. Ууу. Уууу. Просто отстанье возьми. Хорошо. там госла можно выбивать католик ты врежда погодь 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 вот эти думаю достаточно деньги первую очередь репарации религия чтобы я потом мог тебе захотеть союз этот пусть будет маянс то пусть будут мирные союзы свободен так со . есть хорошо и крутые логи взяли нет давайте немножко постоим по кукле на брендинге нам нельзя тратить деньги так вместо иконам надо что-то другое цена развития стабильность миссионеры престиж производства нужно просто взять на деньги 10 процентов она у нас что дает 6 монет целых я лучше возьму я лучше возьму на боевой дух чтобы меньше людей терять меньше тратить деньги на пополнение так ну что леса берг предлагает нам закончить мирный договор ну я бы не отдавал ее кельну кельн католик особо он был протестант или реформант либо отдала так религия репы деньги сколько из этих денег получу о 43 у данный тут воюем захватываем крепости есть 150 осталось 700 упс аустре помоги пожалуйста пожалуйста австрия спасибо счету медленно вас этот прогресс так капает купец за автономии победили какой ценой ценой всего против этих до оккупируем до конца нет пока не хочу денег на перекрещивание пусть пока будут не нашей риге неважно с этим улучшил ушел толку никакого знаете надо с протестантами все-таки вырабатывать о золотой век можно замутить институты престиж за нам донести не надо войны стороны свой не поделим других религий вот это я бы взял а ну эксперимент научный либо не совсем научный допустим бах-бах-бах-бах-бах и рак-херак и наста пять взяли это 66 л.д. л.д. хорошо сможем мы сильнее расслабить богими давайте вот тут еще доберем будем закачивать серию есть так кто-то маяц хочет мира сделаем регион репарации влияние не надо престиж это можно поднять чуни так кто там еще хочет уж капец вас тут много среди метров на франкфурте будем еще долго стоять крепость столичная о наконец-то наконец-то берем март с ним берем уже там пофиг на стоимость ну уже более-менее 7 процент на агрессивку и надо так долго ждать 72 год не менее это это что надо это надо забирать все таки надо где-то что-то забирать знать да где и что скорее всего вот это тут я не хочу блин надо надо хочу эти штрафы получить советники будет дешевле станут был по 8 стал по 6 2 монеты это нормально все на этом давайте будем эту серию заканчивать следующий закончим эту войну всех поделаем нашими союзниками возможными в будущем вот то что то здесь есть два реформаторских центра внутри империи это немножко удручает один тут протестантский один тут еще один где а где еще не как не вижу сердечко вроде бы было где-то вот здесь по ходу перекрестили до виноват этих три есть он был в италии где-то здесь я увидел одна нет так нет англиканство кстати ушло шотландии католики сильные получились в этом этой партии ну да ладно так будет даже интереснее играть хорошо всем пока до новых встреч встреч had проект для м